Добрый день, наши дорогие друзья! С вами канал Краски Женьш и наше беспокойное семейство. Здравствуйте! Всем привет! Наконец-то мы уже все повздоравливали и готовы, так скажем, к бою. Выходим из дома мы теперь после обеда, либо рано утром. И рано утром мы идем на пляж каждый день, купаемся, то есть с 8 до часов 10. Потом завтракаем, но, конечно, не каждый день в кафе. А все дела наши мы сейчас перенесли на послеобеденное время, потому что днем очень жарко, плюс 42, стабильно сейчас держится уже всю неделю. Вот, поэтому мы не выходим. Я очень плохо жару переношу, просто невозможно. Ну, Сереже все равно, он просто за компанию со мной. Поэтому мы выходим сейчас после четырех. Сейчас мы едем в Махмуд Ларк. Наши переводы, нотариальные заверения нашего аттестата готовы. Мы сейчас заверем, рассчитаемся, я вам скажу, сколько это все полностью обходится. Здесь новая бумажка. Я думаю, что не только аттестаты, но и многие документы здесь доверяют. Кому что надо? Это для детей, для поступления в школу, для детского сада и многое другое. Вот, сейчас я заберу и мы с вами поедем дальше сегодня. Сегодня мы по Алане ездим. Сережа, кот меня привез. Ну, кто же, Владимир, ты не привез? Нет, мы не здесь были. Потом поедем в Аланию, пошастаем по магазинам. Лиза нам обещала сегодня шоппинг устроить. Ей там надо что-то купить. Она нам обещала дешевые магазины, дешевые вещи. Сейчас поедем, посмотрим, что Лиза нам там помещает. Потом поедем с вами, друзья, где-нибудь пообедаем. В турецком ресторанчике или в турецкой кафешке именно турецкие блюда. Потому что, я так понимаю, что там, допустим, наше блюдо вам не интересует. Вы же приезжаете сюда, хотите местного колорита. Так, все, мы приехали. Я бегу за переводом. Все забрала я нотариально заверенный наш аттестат. Перевод на турецкий. Значит, все полностью нам обошлось 530 лир. Ну, я вам скажу, это еще по-божески. Думаю, немножко дешевле будет. Я не выглядывала, что-то не то. А? Что? Я не выглядывала. Не выглядывала? Не знаю. Все вроде нормально отдала мне. Все сделали. Все сделали. Если кому надо будет, друзья, пишите. Я вам дам контакт. Спасибо. А, сейчас. Друзья, короче, припарковались мы только на платной парковке на набережной. Потому что на Татюрка нету мест. И парковка подорожала. Весь год было 15, сейчас 20. Ну, ничего. Это не страшно. Не критично. Лето есть лето. Что показать? А, показать пляжи. Городской пляж сейчас вам покажу. Сейчас. Ну, на самом деле. А, не-не-не. Посмотрите в воде. Сейчас я вам именно пляж покажу. Сколько людей в воде. Пляж. Как вам, друзья? Не хотите пойти искупнуться? Пляжи. Пляжи. Ничего, ничего. Следующий выпуск смотрите обязательно. Будет очень интересно. Мы кое-что для вас интересное приготовим. Какая-то выпускаешь. Я очень быстро выпускаю все. Ничего не может быть. Все нормально. Нет, нифига. Не уча, понимаешь. Значит, я как-то просто. Да. Очередь помыться. Ну, в общем. В общем, после пяти вечера можно выходить. Нормально. Солнце уже не такое злое. Можно спокойно ходить. Даже ветерочек какой-то дует. Красивая наша крепость. Так, вы вообще нить потеряли. Сюда вы идете? Нить потеряли. Нас вон ведет вот этот вот человечище. Так нам надо выйти на эту главную аллею. И по прямой. Так, идем. Ладно, сейчас. Там, где все... Сейчас выходим. Я поняла, Лизочка. Выходим на... Тудой идем. Тудой? Тудой. Сюда и тудой. Выходим на бульвар Этатюрк. Что вам показать? Финики. Смотрите, какие зелененькие. Вот уже... Красивые. Красиво, да. Потом они зреют. Да, становятся такими желтыми. Вот, кстати, вот желтые, да. Это разные, я думаю, финики. А, так что. Показываю вам финики. Даже без программы знаю, что это финиковая пальма. Без своей подсказки. Скоро будем финики кушать. Да, буду. Прямо с дерева срывать. Потом году уже грызли. Ты грыз, я нет. Я грыз. Ну и как они на вкус? Ну сладенькие, но они не все чертоватые. Ага, хорошо. Пройдем мимо красивых фонтанов. В этом парке в Центральном. Сколько раз я вам показывала, еще раз покажу. Такое место для отдыха. О, кстати, первый раз увидела, что здесь есть линкаранская акация. Значит, она еще... Это же линкаранская акация? Так, надо проверить. Она не, она, друзья, скажите, линкаранская, похожая вроде, да? Которая розовыми цветами такими красивыми цветет. Что-то так хочется в фонтан прыгнуть. Так хочется прыгнуть в фонтан. 2 августа прыгнуть. 2 августа прыгнуть. С криками, ГВДВ. Нет. Я не буду. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Карикатур би-хотель. Карикатур би-хотель. Хотя вот это вот кафе, вот это вот, хвалят. Мазали, вот тот вот, вот то. Три подвизора, я смотрела, вот же оно тоже, да? Но мы пока идем. Можно умыться, руки помыть, пожалуйста. Доступно. Хорошо тебе? Лиз, ты будешь умываться, нет? Похоже. Похоже, хорошо. Давайте посмотрим курс валюты. Если будет написано... О, этот самый магазин тут был антиквариатом, и теперь нету. Все, антиквариат закончился. Так. Смотрим. Доллары 16,9. Евро 17,2. Грейбитен. Да. Да, зачем нам эти паунты? Кого не нужны? Рус, 0,23, 0,9. Да, все, Рус, 0,23, 0,9. Да, о, какой ты хороший парень. Прпе, прпе, прпе. Ты как капли? Ты задолвал ты. Гоша, Гоша. Да нельзя, по-турецки с ним обращайся. Одинокий подсолнух. Обожаю здесь гулять в центре. Очень нравится. Идем, ребята, что вы стоите? Старбаксик наш любимый справа. Кстати, большой Старбакс открыли еще дальше на Татюрках. Ну, просто здесь вкусный кофе. Давай найдем. Я только в этом месте не пробовала. Пробовала. В Робин Гуде пробовала. Где? В Робин Гуде. Какой Робин Гуд? А, какой Робин Гуд? Робертс, может быть. Ну, Робертс. Робин Гуд, слышали? Я в шоке. Ой, на этой стороне сейчас солнце. Ну, ладно. Потерпим. Сейчас мы вышли, друзья, на бульвар Татюрка. Самый-самый центр. Мы находимся сейчас именно в Алании. Покажу вам опять вкусности, сладости. Как же мимо пройти, правильно? Как же мимо пройти? Да, Сереж? Невозможно. Пойдем. Пойдем вот так вот. Вот так вот. Дворами. Что же здесь так жарко идти? Ну, вот мы и теперь решили идти дворами. Вот у нас еще и с вами и прогулка по старому городу. О, красиво. Смотрите, какой симпатичный ракурс. Ага. То есть, какое небо. Красивое небо такое. И такой минарет красивый стоит. Я очень люблю такие перспективы. Где? Где это было? Здесь можно покушать. Здесь не только. Да, да. Здесь в старом городе как раз и покушаем. Люблю вообще бесцельно бродить. Вот просто, что нравится, то и смотрю. Как-то мне на вид как-то вот не нравятся вот эти вот рекламы. То есть, как-то они делают, не знаю. Так, по 10 евро любые кроссовки. Это мы сейчас проходим краем, мы цепляем Гранд Базар большой, который в центре Алании находится. Вот здесь левая и с правой стороны. О, волосатые сумки. Сережа опять сел на своего любимого конька и хочет опять резкую лотерею играть, проигрышную. Ой, да. Идем. Ну, ты же проиграешь опять. Ну, не факт. Ты каждый раз обещаешь. Ты решил сыграть? Давай, выбирай. Давай-ка мы все вместе заглянем. Стирая числа. Сереж, как ты обещал, ты выиграл? Йок. На йок и обеда йок. Нет. Ну, ты же сказал, ты выиграешь. Мы тебе поверили. Я тогда сказал. Ты только что сказал. Тогда, когда я бамя была. Так, с чемоданной. Эти цены посмотрим. А цен нету. Понятно. Ну, оригинал. Ну, оригинал. Почему? Точно такие же в бойнере стоят. Видо и другие. Е-мое. Кто спрашивает, оборсетки в просумочке? О, давай зайдем. Давай. Спросить надо, можно снимать. Давайте пробежимся. Все бесценное. Красивая какая, смотрите. Прям очень красивая сумочка. Шикарная крестьян-диорчики. Все, все, все. Вот тут крестьян-диоры. Ой, смотрите, какая зелененькая. Все, засосала. Понятное дело. Ягуар. Симпатично. Проблема, конечно. А что нельзя? Цен же нету. Ну, ладно тогда. Все, не разрешили снимать. Так хотели вам сумочки показать. Эх, опять обломали. Ну, ничего. Тут магазинов немерено. Выручим какой-нибудь другой магазин. Вы заметили, друзья, что через одного все запрещают снимать в магазинах вещи, продукты. Еще один. Еще один столик. Где? А, Лиза уже показывает, что мы уже почти пришли к ее магазину. Вот, смотрите, какой аппарат. Нормальный. Такой, да? Вот магазин. Называется Амбар. Ну, я, наверное, не выдержу три этажа. А это очень много. Ладно, сейчас пойдем посмотрим, какие там цены. Кое-кто нам обещает, что тут даром называется за Амбаром. Идем. Так, где тут вход в этот магазин? Напоминаю, значит, этот магазин Амбар, если вас будет интересовать, он напротив Вайкики, на бульваре Ататюрка. Вот. Пойдем посмотрим. Что здесь есть? О, сразу ценник. 29,50 топик. 29,50. Синтетика. Ну, за 29,50 еще более-менее. Смотрите, 39. Футболочки. Так, что тут еще есть? Вязаные топики. Ага. Давайте посмотрим. Покажите. 100 лир. Вот такие брюки. Джинсы. Широкие брючки, такие симпатичные. Шорты. 100 лир. Футболочки. А, сейчас, секунду. Сейчас посмотрим, сколько футболочка. 49 лир. А накидка 100 лир. 99,90. Футболки. 39. Давайте двигаемся дальше. Здесь несколько этажей. Очень много людей, потому что дешевые. Вот 150, смейте, широкие джинсы такие с дырками. 150. Белая рубашка. Просто белая рубашка, 119 лир. Причем, ну, нормальный материал. Хлопок. Ну, видимо, добавление есть какое-то. 50 лет футболки. Мне кажется, я 50 лет, да. Такие топики. 40. Одни и женщины. Наверное, женский магазин. Ну, что-то я как-то. Женщины нет? Ты? Да, есть. Так, джинсы. 129. Футболки короткие. Футболки такие. Такие футболки. 35, вот, допустим, вот такой небольшой топичек. Вон, брючки такие нормальные. 34,90. А так получается 35. Ну, тут больше молодежи очень много. В основном, такие молодежная одежда. Ну, это первый этаж. И учтись, что-то такой шестой. Ага, хорошо. О, очки зрения. Важная пара. А, любой 50, да? Любые очки. Понятно. Да, вот здесь, если честно, не очень. Здесь они крупные. 50, понятно. А ты здесь уже промышляла, да? Ну, да. Я же пойду сюда вас и привела. Понятно. Так, такие. Так, сумочки всякие по 60 лир. Вот они так себе. Таких цен особо не встретишь на сайте. 49, вот такая вот. Вот отсвет всем подпочный. Вот такие есть. Такие есть. Такие есть. Опять же, такие яркие разные футболочки. Все по 45. От 39 до 45, 50 лир. Усмите, какие штаны нормальные. Широкие. Такие штаны стоят 100 лир. Пошли на второй этаж. Есть кепки за 35 лир. А, ямки 35 лир кепки. Кстати, таких цен я даже и не видела. Меньше 100 лир я и не видела. Пошли на второй этаж. Немножко тесноватый магазинчик. Или просто людей много. Да, девчонок здесь куча. Ни одного мужика нет. Так, давайте смотрим. Платье 100 лир. Так, футболочки уже все понятно, по чем здесь, да? Они все в одинаковую цену. Вот, 40 лир. Ну да, Лиза, действительно здесь гораздо дешевле, чем везде. Обычная белая. 45. Хватичная, кстати. Смотри, какая. Это 55 лир такая футболка. Сарафанчик симпатичный. Смотрите, какой нормальный, да? 120 лир. 120 лир. Такая же есть. Кофточки такие по 35. Футболочки. Так, это я уже показывала. Давайте джинсы посмотрим. Джинсы женские. 140 лир все. 129,90. Это 129,90. Это 139,90. Так, хорошо. А те, что же показывала? Да, нормальные. Недорого. Такие сумочки по 60 лир. Такие тряпишные сумочки. Нормальные. Для девчонок, для молодых как раз сойдет. Сарафанчик приятный такой, коротенький. Вот какая приятная. 50 лир, смотри. Тоже кофточка. Такой же сарафанчик есть. Давайте сарафанчик посмотрим цены. Вот нет цены. Ладно, ничего страшного. Так что здесь еще то же самое все. Футболки. Вот такие платья есть. Такое платье. Получается 70 лир на завязочке. Милочка, это не ваш гардеробчик. С модного приговорчика. А мой гардеробчик где? Там пышная краса. Пышная краса? Так, давайте дальше. Сережа вечно. Юморит. Такие полосатенькие. 60 лир стоит. Вот такие полосатенькие. 60 лир коротенькие заболочки. Но не все одного фасона. Здесь либо такие большие, либо такие короткие. 130 джинсы. Майки. Как бы все однотипное. Однотипное все. Вот еще джинсы широкие. Смотрите какие. 150 лир. Не актуальный товар. Он же висит. Я же тоже хочу подойти к нему. Показать его. Да. 45 такие. Панамочки. Смотрите какие разные. Показываю разнообразие. О, кстати, шортики. Давайте посмотрим шортики. 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 А, не шортики. Так. Точно шортики. 45 лет. Лиз, смотри. Нормальные? Да. Хорошие шортики. Нормальные по 45 лет. Вполне его. Смотрите сколько их разных. Бежевые, коричневые, черные. Вот такой цвет очень приятный. Вот этот кофе с молоком. С отворотиками. Нормальные. Значит, цена их 60 лет. Ну, конечно, скажем так, материалы не самые лучшие, но зато дешево. Действительно, это прикольная такая. Майка очень скосимо вырезана с таким. Цвет такой красивый. Лиловый, светлолиловый. Ты себя, Лиза, что-то присмотрела? Нет? Может, маечку какую-нибудь. Так, что здесь у нас вот платье шелковое, вечернее. Да, 119 лет. Ну, почти такой. Сумки. Сумочки. 8,70. Платьишки. Так, это все показывала. Здесь такие же тоже полосатые сиреневые. Вот такие маечки. О, где-то мы это уже видели с подплечниками. Все, в Заре. Помнишь, они сколько стоили? 400 лир. Здесь 45. Вот в Заре, друзья, вот в прошлом выпуске, вот точно такие же мы видели футболки. Только они там стоят 300 с чем-то, а здесь 45. Платье. Так, здесь у нас получается вот такие оттенки. Оранжевые. Вот такие вот белые с прикольными принтами. Еще раз повторяю, такие футболки все по 40 лир. Ну, в основном все однотипное. Давайте джинсовые шорты посмотрим. Всегда смотрю, сколько стоит. Вот, значит, стоит 100 лир. Ну-ка, урак, покажи, как они выглядят. Вполне себе. А высокая послать? Пошли, давайте я купим, хочешь? Да мне не за чем. Мне зачем. Такие 100, все по 100. Вот у них куча всяких. Бежевые и такая джинсовая вываренная, и белые джинсовые, и черные джинсовые. Уже странно, почему такие яйца? Ну, так, такая 55 получается пола. Оранжевая, черная. Да, разница. Такая, да. Вот эти опять с подплечниками. Сейчас, видимо, это модно. Вот сумки. Иди на рынок. Я такую себе в трензеле смотрела. Зачем она тебе нужна? Ну, я поприличнее. Вот поприличнее цвета нормальные вполне. Так, ладно, пойдем дальше. Вот опять, видите, шорт куча. Все по 100 лир, все шорты. Все шорты женские. Дальше тоже самое все. Смотрите, те же футболки короткие, те же длинные футболки, те же с подплечниками. Уже не буду их подходить, по одной смотреть. Пошли еще тут один этаж. Мы так понимаем, что все, в принципе, одно и то же. Но, действительно, тут цены вы сами видели. Кому надо вот такой прям, ну, как бы, недорогое, летние одежда. Идите сюда. О, нет. О, нет. Все, в принципе, вот. Те же рисунки, только разные цвета. Те же топики. О, кофточка вот такая. Сейчас. Тоже стольерствует. Платья, джинсы. Такие полуспортивные джинсы. Шорты это показывала. Так, что тут еще есть? О, футболка. 40 лир. Хочешь? Надо? Не, ну, может, я другую буду рассмотрю. Если вы хотите, мне... Если вы мне даете добро. Даю, конечно. Ну, какие проблемы? Бери, если надо что-то. Ты же нас сюда вела зачем-то. Так, что еще? Еще ж такое что-нибудь необычное. Брухлин, шмуклин. Так, это... Последняя модель, я так понимаю, да? Все это такое. Опять гора этих шорт. Платьишко. Смотри, какое платьишко, Лиз. Смотри, какое приятное. Вообще миленькое платьишко. Стоит 130 лир. Ну-ка. Ты же такое хотела? А? Прямо иди, вот срочно. Прямо хорошая. Эмочка, твой, твой. Ну, пожалуйста, померяй. Мы хоть посмотрим... Мы хоть посмотрим со зрителями, как это платьишко на тебе смотрится. И спину выпрями. Так. Такая, такая, такая. Короче, все однотипное. А какие сумки еще есть? Такая сумка стоит 100 лир. Такая. Рюкзаки. Давайте рюкзаки посмотрим. Рюкзаки 100 лир. Разные цвета. Такие мягкие, белые. Чуть-чуть голубоватые сумки. Маленькие рюкзачки побольше. Такие мягенькие. И вот такие сумки, кстати, хозяйственные есть. Сейчас вам покажу. Такие, мягкие. Вот такая вот хозяйственная сумочка. Так, сколько такая стоит? Такая стоит 100 лир. Дороже вообще 130 лир вообще ничего. Такие вот есть черные нормальные, тоже большие. 45. 40. 130. Лизок, платьишко одела. Давайте посмотрим, как это платьишко на Лизке. Лизочек. Лиз, можно мы? Можно мы все вместе посмотрим? Показывай. Конечно. Ты вырезок. Отлично. А, да, Лизка ты вырез. Спиной повернись. Ну, красиво. Красиво сделай. Ну, знаете, когда человек носит размер S, ему все идет. Нормально. Покрутись. Ну, что-то я немножко, ну, как-то или маловато, или что. Непонятно, да? Ладно, снимай. Ай, да. Так, идем дальше. Смотрите, шляпки вот такие, кто хочет. Всего лишь 70 лир. Смотрите. Есть вот такие варианты расцветок. Вот такие варианты расцветок. Розовая, черная, соломенная. Вот такая белая есть. И даже с рисуночками есть. То есть вот такие вот по 70 лир. Имейте в виду, кто приезжает, кому нужна вот такая вот шапочка, панамочка. Здесь можно за совершенно другие деньги купить. 50 лир. Оверсайз такой. Так, что еще? Наконец-то, слава богу, это последний этаж. Что-то не бесконечности. Лейкерс. 40 лир, смесь, желтая. Больше это будет такое молодежное направление, конечно, здесь, в магазине. Так, что еще здесь? Такое, что не показывала. Такие сумочки тоже. Все, молодежи, так они нравятся. Еще стоит 70 лет любая. Коричневая такая, серая, черная, белая, кремовая. Разные. 119 лир, ну, 120 лир. Сарафанчики летние. Такой вариант есть. Такой вариант есть. Так. Ну, и футболок дофига всяких. Футболки по 50 лир. Любая вот такая большая футболка, 50 лир. Вот симпатичная тоже, 50 такая. Ну, в общем, в принципе, кому нужны недорогие вещи, приходите. Ну, действительно, здесь завал всего. Футболок очень много. Лиз, посмотри, вот эти лейкер, тебе не нравятся? Вот эти вот, желтенькие такие. Ну, симпатичная, она просто такая яркая. Да, именно вот такое мне понравилось. А что ты хочешь? Ну, просто ты покажи, что тебе нравится. Ты же сюда нас привела зачем-то. Ну, да, она большая. А зачем ты с этим вот, не поймешь, кем? Да и что? Слушай, тут любые футболки хорошие. Я в праве выбрать любую. Нет, и в праве, конечно. Я наше тебе. Вот, смотри, рейнджер. Правит. Нормальная. А зачем тебе с этим динозавром непонятным красным? Это не динозавр, это чертенок. А, еще лучше. А вот платья, кстати, вот такие по 100 лир, смотрите. Тоже нормальный такой фасончик. Клеточку. Так, все. Ура. Мы посмотрели все. Вот такой Лиза захотела, понимаешь? Короче, Лиза себе выбрала одну черную футболку, одну вот такую вот коротенькую за 40 лир в Калифорнии. Пойдем на кассу. Давай, я тебя жду на кассе подходить. Сейчас она свой размер выберет. Так, Лизочек берет две футболки. Сколько нам вышла покупка двух футболок? Нормально? 90. Да? До 100 лир? Да. Сколько, Лиз? 90 лир, короче. Две футболки. Так, друзья. Ну, очень, короче, краткий обзорчик этого недорогого магазина. В общем, кому надо, приходите в Бульвара Татюрк напротив Вайкики. Цены действительно низкие. По качеству посмотрим. Вот Лиза поносит, пару стирок сделаем. Посмотрим, как качество. Так, все, пойдемте это, да. Друзья, сейчас мы будем, наверное, искать, где покушать с вами. Приглашаем вас на обед с нами турецкий. Обед, обед. Ну, раз ты сегодня нас ведешь, то веди тогда. Вот.